Пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Керчи открылся в здании баскетбольного центра на арене Химки чуть меньше двух дней назад. За это время посильную помощь крымчанам уже оказали неравнодушные жители Химок. Люди несут самые необходимые вещи. Мы что сделали? Мы промониторили, спросили у жителей, нам дали обратную связь оттуда. И мы, естественно, работаем с жителями, что конкретно нужно. Для пострадавших подготовлена питьевая вода, в которой они сейчас нуждаются. Несколько пакетов необходимых средств гигиены, а также вещи и медикаменты. Смотрите, пожалуйста, и салфетки влажные, и мыло, и зеленку, и спирт, и бинты, и перекись. Вообще люди у нас очень активные, мы прям очень рады. Идею протянуть руку помощи тем, Дима, подали лидеры движения общественной поддержки Химки «Интересно жить» и депутаты партии «Единая Россия». Одним из первых необходимых вещей в пункт сбора гуманитарной помощи привез Николай Кашников. Керчь – город для нас близкий, несмотря на то, что находится далеко, но ежегодно наши маленькие химчане там проводят свои летние каникулы. Поэтому действительно, то стихийное бедствие, которое обрушилось на регион, это страшная трагедия, и мы не можем остаться в стороне. Это не первый раз, когда активисты движения общественной поддержки помогают людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. В марте после взрыва на «Зеленой-16» добровольцами во главе с Николаем Кашниковым был организован пункт сбора гуманитарной помощи. Тогда лидер движения лично отвозил пострадавшим продукты питания, теплые вещи и медицинские принадлежности. Это мои соседи, которые оказались в беде. И сидеть дома на диване или стоять в стороне – это не мой стиль. Нужно встать, идти и сделать. Помочь пострадавшим в Крыму может любой житель округа. Сбор будет идти всю неделю. Принести можно одежду, лекарства, дезинфицирующие средства, предметы личной гигиены с 9 утра до 18 вечера по адресу улица Кирова, 27.